А тут ваша фамилия унесена? Нет. Она одна очередь. У вас кто-нибудь? Уполномоченный или нет? Уполномоченный. Мы еще здесь нет. Он скоро приедет. А у вас-то документы есть? Есть, но он дома. Я бы с собой не взял. Так вы хотите, чтобы я просто как гражданин выполнял какие-то распорядительные действия от неизвестного мне гражданина? Вы из леса вышли? Да. А мы ваше распоряжение-то должны, обязаны выполнять или нет? Вообще да. Ну так если не хотите, можете так и поедать. Ну мы так тогда поедем, ладно? А вы почему-то здесь встали? Вы приказываете нашему проезду, что ли? То есть, а вы говорите, кто я? Я вам должен представиться, а вы мне нет, да? Это у вас удостоверение частного охраны. Да. Я не прохожу. Я не советую администрацию. Что-то вы это как-то не сдали, ознакомьтесь. Смотрите. Я не снимаю. Прошу вас. Я вам документы. Хожу, несмотря что я вас не знаю еще. Ознакомьтесь, пожалуйста. Выключи камеру, я прошу вас. Уберите телефон. Я прошу вас. Не препятствуйте журналистской деятельности. 144-я статья Уголовного кодекса. А вы что так боитесь? На камеру, на камеру. Я не люблю людей таких, понимаете? Здравствуйте. Здравствуйте. Прописка либо просто. Прописка либо просто. Прописка либо просто. Прописка либо просто. Так. Чего ты стоял? Сейчас секундочку открылась. Просто на почте. Прописка либо просто. Будьте добры. Проедите на парковочку. У вас масканируют. И проедите. Что-то не очень долго. Что-то с ним разговаривали. Я могу его переверти. Только вы будете ждать очень долго. Вы уверены? Да. А есть сотрудники полиции, уполномоченные производить какие-либо действия? Нас остановил вон тот, я так понимаю, это сотрудник полиции? Сотрудник полиции. Вот. Какие-то к нам кто-нибудь подойдет? Какие-то действия какие-нибудь? А он уполномочен. Может вы это сделаете? Здесь на данном просторе администрация подойдет. А что-то он какой-то, это самое, дерзкий, больный. Он говорит, сейчас будете ждать меня неограниченное количество времени. Он какой-то нервный. Я просто журналист. Я проверяю, как в данной ситуации действуют сотрудники. Здравствуйте. А вы не могли бы удостоверение показать? У вас удостоверение. Ну вы как-то кем-то уполномочены производить административные процедуры. Кто вы? Вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. Ну я с Москвы. На Москву не заходишь. Да, да, по-другому. Ну ты же досюда? До суда. До суда. До суда. До суда. Да, Велина. Сотрудник. Администрация. Сфотографируй, пожалуйста. Я журналист. Меня зовут Сея. Я очень приятно. Вы хотите выслушать меня? Ну нет. Нет? Ну и я тогда не хочу. Очень приятно. А вы кто? У вас в Москву? Ну что, мы из Москвы едем. Сюда. Делаем на мусору пропуск. Вот там вот делаете и приезжаете. А написано, что можно на мусору зайти там. Четко ясно написано. Оно не проходит здесь. Дайте документы какой-нибудь. Ну, в соберяющей личности, что это вот на вас доверенность. Это кто? Ну вот, доверенность, видите? Вот, доверенность. Это вам выдавала администрация города Конокола. А кому выдавала? Она одна общая. А тут ваша фамилия у меня сюда? Нет. Она одна общая. У вас кто-нибудь? Уполномоченный или нет? Уполномоченный. Мышел здесь нет. Он в корпорации. А у вас-то документы-то есть? Есть, но он дома. Я бы с собой не взял. Так вы хотите, чтобы я просто как гражданину выполнял какие-то распорядительные действия от неизвестного у меня гражданина. Вы из леса. Вы сейчас позвоню. Приеду. Мне без разницы. Я вам поясню. Я просто как журналист. Я понимаю вас. Вы знаете, я за тобой целый день стопа в этом и слушаю. Что же так надоело? Ну так вы урегулируете все в соответствии с указами и так далее, с распоряжением президента. Я вам покажу свои документы, пожалуйста. Вот просто подходит какой-то дядя, да, и говорит, вы что-то давали. Я же не просто так к вам подошел, правильно? Если вот так вот брать. Ну если вот так вот брать, надо как-то, наверное, свои полномочия подтвердить, правда? Ну я показываю вам. Так у вас нет там фамилии, вы отказываетесь представиться. Подъехать можешь? Нет. Хорошо, подожди, ну. Журналисты? Ой, какие. Скажите, журналисты. Журналисты здесь, вот. А я паспорт сейчас подъезжал. А хотя нет, есть у меня там, может быть, посоверение сейчас. Ну, паспорт мне надо плететь, ладно? Да, 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 да. Из Москвы. Понимаю. Хорошо, припаркуйтесь вон там. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. А мы в ваше распоряжение-то должны, обязаны выполнять или нет? Вообще да, но так, если не хотите, можете так стоять. Ну мы так тогда поедем, ладно? Поехали. Поехали. Гоняй. Гоняй. Гоняй, тобой. Да? Что такое? Не, не пропуск. У нас? Гоняй. 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 То есть, в случае обращения гражданина к полицейскому представится, да? Ну вот, пожалуйста. У меня есть редакционное задание. Я принадлежу сотрудники администрации, если они вам все объясняют, что на веру. Редакционное задание. Паспорт. А вы разве не сотрудники полиции? Я просто вижу, какие-то административные процедуры выполняете. Да, никакие процедуры. Вот здесь у меня пресс-карта официально выданная. Тут у меня в седьмом пункте выдержка из закона о средствах массовой информации, что журналист вправе производить записи, в том числе с использованием средств аудио-видеотехники, фотосъемки, посещать специальные охраняемые места стихийных бествий, аварий, катастроф, массовых беспорядков, скоплений граждан, а также местности, которые объявлены в чрезвычайном положении и так далее, и так далее. То есть я как бы уполномоченный на тот человек, а то, что здесь происходит, вы знаете, мне это нужно будет как-то опубликовать. Некий гражданин занимается... Ну вот вы, как сотрудники полиции, должны его каким-то образом склонить к тому, чтобы он предоставил какие-то документы. А он говорит, я все дома забыл, а представляться вам не буду. Странно, какое-то поведение какое-то странное. Представите, у меня декоративно Канаковского района. А вот, может быть, сотрудник полиции ДПС что-нибудь разъяснит, да. А я с кем общался, если не секрет? ОМОН. И это все, да? У вас как бы... Я знаю, что сотрудники Росгвардии якобы не должны показывать удостоверение, но представляться-то все должны, если вы не сотрудник ФСБ, конечно. Не сотрудник ФСБ вы? Нет, представитесь. Ну, то есть, а вы говорите, кто я, я вам должен представиться, а вы мне нет, да? Я просто вас спросил. Тоже мужчина в форме, да, вроде бы... Я просто вас спросил, вы сами представились. Мог бы этого не делать, да? Вот я вас сразу отправил к сотруднику полиции. Знаешь, наша задача оказания поддержки. В случае, если какие-то не повиновения сотрудники находится, то есть мы в пропускном режиме здесь никакого отношения не имеем. Ага, но у нас-то не было никакого не повиновения, у нас гражданина какого-то... Я и не обвиняю, у вас это как повиновение. Вопрос в том, что если вас администрация не пропускает, то есть почему-то... Это не администрация. Но приедет сотрудник администрации. Это какой-то неизвестный гражданин, понимаете? Здесь вот согласно доверенности. Нет его там фамилии. Ну, там доверенность выдана организация, которая осуществляет здесь. А можно мне эту доверенность взять и пополнять его роль, его полномочия? Ну, и сотрудник этой организации. Ну, а почему нет? Ну, я же там нет подписан. Я беру эту доверенность и действую точно так же, как он и распоряжаюсь. Беру жезл и работаю, никому не представляясь, ничего. Ну, то, что он не представился, это его же, наверное, проблема, не моя. Ну, понятно, будем разбираться. А где сотрудник полиции, мужчина? А вот ДПС только что был. Это ДПС? Только что совсем... А, пойду с ним переговорим. Здравствуйте. Меня зовут Юрий, я журналист средствам массовой информации All Rus News. Вот мое редакционное задание. Я имею право посещать все чрезвычайные места. Я всегда приехал здесь для того, чтобы снять репортаж. У меня такая ситуация, вот мое удостоверение. Ну, наше транспортное средство, меня зовут Юрий Евгеньевич. Какое? Опять данное. Да, вот это вот транспортное средство, да, остановлено сначала вон тем сотрудником полиции. Так. Я, правда, не знаю, сотрудник он полиции или нет. Сотрудник, сотрудник у него значок. Да, да. Потом подошел, а я говорю с кем? Носится он полиция. Капустин. Капустин? Капустин. Капустин, да. А потом подошел некий гражданин, вот он стоит. Да, это представитель. Да, я его попросил каким-то образом подтвердить свои полномочия. Он говорит, я все документы забыл дома, вот, и я никаким образом не могу убедиться, имеет ли он право распорядительными действиями какими-то заниматься, административными процедурами, ограничивать какие-то передвижения граждан свободные. Если бы это были вы, мне бы это было понятно. А вот кто этот, гражданин, мы неизвестны. Я попросил бы вас, да, принять от меня заявление в соответствии с им субтитрическим приказом установить его личность, установить его полномочия, на основании чего он действует. То есть, вот эти сотрудники ОМОН, да, они говорят, что якобы он какой-то сотрудник полиции. Я говорю, можно как-нибудь узнать хотя бы его имя? Они говорят, разбирайтесь с ним. Вот я вам делаю официальное заявление, как журналист, вот, чтобы установить его личность, кто он такой, на основании каких, собственно, на основании чего он производит вот эти административные процедуры. Так, а может, просто с администрацией связаться, пусть она подъедет и... Да вы понимаете, вы-то ее знаете, вот, расстояние. Да, но он здесь все время, мы на скот здесь поставили, не меняется. А вы его документы видели, как это раньше, когда... Да, я не спрошу. Администрации мы доверили, он приезжает, даст администрация. Просто наверно. Администрация увозит, администрация увозит. Я думаю, как бы, ну, они просто так не будут... Подозрений не вызывает никакие? Нет, человека возить какого-то с улицы просто так. Я думаю, они не будут такой... Вот, понимаете, у меня как гражданина, даже не как у журналиста, если человек скрывает свои фамилии и имя, отчество, да, то он, видимо, чего-то опасается, какой-то ответственности. Может быть, он мошенник какой-нибудь, может быть, как-нибудь... Давайте сейчас прямо на месте установим. Ну, а как мы будем установить? Ну, давайте подойдем к нему. У меня к вам официальное обращение, как сотрудник полиции. А у вас сами-то знаете, что это проезд? Ну, мы оформляли все должным образом. У вас все есть, да, все есть? Да, да. А что, у вас плохо проверили, что? Я не знаю даже, понимаете, я буду... Может быть, даже я и рад бы ему представить. Ну, я бы... Документы какие-либо... Ну, я даже не знаю, кто это. Ну, нет, можете представить документы? Конечно, безусловно, есть. Пожалуйста, сейчас мы вернемся к разговору. Ага, спасибо вам большое. Вот видите, как он издалека показал, видите, что-то показал. Что, у вас документов нет с собой, да? Да есть документы. А где? Ну, вот, вот, вот. А что это такое? Смотри, можно ознакомиться до полного ознакомления. Давайте отойдем, не будем мешать транспортного средства. Это у вас удостоверение частного охранника. А, можно фамилию вашу? Агукин Олег Викторович. Да, да, да. До полного ознакомления. Агукин... Не Агукин, а Агукин. Агукин, я прошу прощения. Прошу вас прощения, да. Олег Викторович. Да, вы у нас, кстати, в какой организации? ОЧОП-защита. ОЧОП-защита. То есть он, понимаете, я понимаю себя, это было бы... Да, от администрации. Полицейским, да, наделенными там определенными полномочиями. Так у меня полномочия от администрации. От вас алкоголем пахнет. Каким алкоголем? Нет, это, знаете, что? Это у нас антицептик стоит. Мы руки им. Я могу с вами сейчас прям проотвать там дверцы и проотверить. Поэтому, как бы, кто его полномочия на такие действия, если бы это был сотрудник полиции, который имеет право на остановку транспортного средства, на проверку документов. А как его, кто мог наделить таким правом? Я что-то очень сомневаюсь. Он, знаете, он не останавливает, останавливаем мы. Он идет к проверке QR-кодов, которые были записаны на вот этом сайте. То есть он знакомится с персональными гражданами? Ему там программа на телефоне есть, QR-код вы предоставляете. Он смотрит, там просто фамилия, имя, то, что совмадает. И номер машины. Все. И данный человек, видно, что он зарегистрировался на нашем сайте, все, он имеет право допуск в город. Все. И он приезжает. Он никакие действия не останавливает, не досматривает. То есть ничего, просто коды и приезжает. Все. А вот любой гражданин их в праве проверит, да? Нет. Только вот администрация его поставили сюда. То есть администрация. Вы полагаете, что он законно действует? Все вопросы к администрации. Там же высвечиваются какие-то персональные данные? Нет, фамилия, имя, отчество и номер машины. Все. То есть вот у вас же есть QR-код, правильно? Да, есть. Мы его оформили в Москве. А дальше я туда еду, репортаж снимать, да. У вас Конаковский? Нет, у нас не Конаковский. Мы от Москвы оформили проезд до... Откуда? До Осинок. Вот я понял. Вот если на ваш код навести, там появится ваша фамилия, имя, отчество и номер машины выставить. Ну, давайте вы это сделаете, эту процедуру. У меня из кадровок у него только. Ну, позовите его, пожалуйста, а то он какой-то немножечко нервный. Ага, хорошо. Сейчас Денис приедет, там про администрацию. А что это за Денис такой некий? Приедет, вы знаете. Ну, какой он должен занимать? Вы-то знаете? Депутат. Депутат. А у него есть фамилия у депутата? Он-то не скрывается, нет? Не знаю, но нет. Не знаете? А вы его просто знаете по имени и внешне, да? Олег? Нет. Нет? Интересная ситуация. Его бы как-нибудь еще снарядить бы в светоотражающий жилет, да? Какой-нибудь яркий, а то его собьют здесь. Но он хоть немножечко и деревянненький, но в зале человечище все-таки человек. Вопрос в администрации. Я же не имею к этому отношению. Как они там пропускались? Олег. Олег. Он приедет, объяснит вам все. Олег, нет. А у меня поднимал алкоголем. Другой вопрос. Да вот сотрудник полиции по поводу алкоголя. Вы бы на себе какой-нибудь яркий жилет бы надели. Вы все-таки выходите на проезжую часть, нарушая правила дорожного движения. Чего страшного? Вот. Чтобы вас издалека видели, потому что я за вашу жизнь беспокоен. Не надо? Надо беспокоиться. Ясно. Но вы знаете, да, что удостоверение охранника не является документом, удостоверяющим личность на территории Российской Федерации. Либо военный билет, если вы военнослужащий. Либо... Я на рабочем местности сейчас. Либо паспорт, либо паспорт какой-нибудь. Есть у вас паспорт? Сейчас приедет, и на это сберет, и там тратится с ним. Гражданина Российской Федерации, паспорт есть у вас? Да, пусть им есть. Я не буду показывать вам. А вам-то я почему-то что-то должен показывать? Я никак не пойму. Ну все, теперь он приедет. Вы какой-то гражданин, я не знаю. Я показал уже. Пока не убедился никаким образом. Я показал вам свое удостоверение. Рад вам. Сейчас приедет, и вы на это сберет, и там тратится с ним и сам. Вы знаете, что в этом сберении не уполномачивает вас ни на что? Вы обычный гражданин. О, я говорю, говорить даже не хочу. Сейчас приедет. Понимаете, что вы обычный гражданин? Сейчас приедет, разграетесь с ним. Это все похоже на попуаску какую-то республику. А у нас все страхи, Александр Калинат. А вы согласны жить при таких обстоятельствах? Не согласен. Ну что же вы участвуете в таком беспределе? Здравствуйте. 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 Меня зовут Юрий. Очень приятно. Меня зовут Юлия. Да. Вы? Здравствуйте. Я представитель администрации, волонтер в администрации. Что случилось? А, вы волонтер, да? Да, что случилось у вас? Волонтер, расскажите, пожалуйста, какими полномочиями вы как волонтер обладаете? А я могу проверить ваш пропуск, если он у вас есть. Если у вас нет пропуска, я могу вам разъяснить, как его оформить. Понятно. А вы какими-то распорядительными, ограничительными мерами уполномочены, допустим, останавливать транспорт, препятствовать его проезду? Останавливают у нас транспортное следствие за тренинг ГИБДД, либо сопротивление к полиции. Они проверяют у вас документы. При отсутствии у вас Конаковской регистрации, регистрации Конакова, либо Конаковского района. Соответственно, они вас направляют к нам для оформления пропусков. Для оформления, направляют к вам? А вы им даете распоряжение на такие действия граждане? Нет, им дало такие распоряжения их руководство и руководство города и района. Подождите, смотрите, значит, вы как волонтер, он как просто обычный гражданин, вот где Олег находится, без паспорта, он имеет какое-то удостоверение, но не удостоверяющую личность какого-то охранника, частного охранного предприятия. Он дает распоряжение, проверяет документы, QR-код там, допустим, дает распоряжение сотрудникам полиции, либо сотрудникам ОМОНа пропускать, либо не пропускать. Кто просто, понимаете, вот эту процедуру ограничения въезда, ограничения передвижения, кто мне нужен вот это лицо, да, в случае, если, допустим, я захочу обжаловать действие, да. Кто несет за это ответственность? Сотрудники полиции, которые препятствуют въезду, или же все-таки этот гражданин Олег сейчас с удостоверением частного охранника? Смотрите, значит, сейчас Денис Анатольевич, Денис Сергеевич, он стоит. Здравствуйте, я сейчас договариваю одну секунду. А вы еще записываете, да? Да, конечно. Когда будете с вами разговаривать, выключите микрофон, хорошо? Нет, конечно. Я журналист, мне нельзя препятствовать. Нет, тогда я не могу с вами. Всего вам хорошего. Я могу разговаривать с вами, выключите. Всего вам хорошего. Спасибо, хорошо. До свидания. Смотрите, у вас сотрудники полиции, потому как у них есть распоряжение главы города и губернатора. Губернатора, 57-й, да? 57-й, да, да. Распоряжение губернатора о продлении, закрытии... Дело в том, что сотрудники полиции не обладают... Я только что разговаривал с сотрудником ДПС, он говорит, я не могу проверить QR-код, у меня нет такой техники. Есть такая техника только у гражданина Олега. У меня есть такая техника, данная программа есть у меня на телефоне. Мне администрация дала разрешение, как жителю данного города, как волонтеру, дала возможность проверять QR-коды. Да, а вы вот эту информацию, которую получаете, есть, допустим, разрешение на въезд, да, представим, да, так его назовем, разрешение, или нет? Вы его устно доносите до сотрудника полиции? Мы его не доносим. Если у вас есть QR-код, я вам говорю, что до свидания, приезжайте, пожалуйста, если у вас QR-кода нет, я вам... Стоп, и вот здесь вот внимание, кто ограничивает дальше действия? Дальше, мои действия. Я вам объясняю, что, к сожалению, у нас въезд ограничен. Ограничен или запрещен? У нас въезд без пропусков ограничен. Ограничен или запрещен? Запрещен. Извините, я пока с вами не разговариваю. Нет, запрещен. Не вмешивайтесь, пожалуйста. Есть запрещен без пропусков? Предлагаю вам проехать вот туда. Я не последний участник этого действия, а вы прохожий. Я не прохожий, я из администрации. Что-то вы как-то не сдали, ознакомьтесь. Я предлагаю вам проехать вот туда, объясняю вам, помогаю вам оформить. А у кого нет? Ого. А зачем вы опуску? Мы проезжаем. Я вам документы. Хожу, несмотря что я вас не знаю еще. Ознакомьтесь, пожалуйста. Выключи камеру, я прошу вас. Уберите телефон. Я прошу вас. Ну, пожалуйста, уберите телефон. Не препятствуйте журналистской деятельности. 144-я статья Уголовного кодекса. Гражданин. Гражданин. Молодец, пожалуйста, спроси, пожалуйста. У вас есть цепление как пресс-фраздник? Да, да, все есть. И более того, препятствия журналистской деятельности преследуются по закону. А именно 144-я статья Уголовного кодекса. Я буду договаривать, вы меня будете слушать, а потом вы будете говорить, а я вас буду слушать. Хорошо, конечно. Да. Смотрите, у нас есть категория граждан, которая проезжает без пропуска. Смотрите, у нас, смотрите, в Москве, там не такая попуасская ситуация, извините, что ее так называют. Там вот эти все процедуры выполняют уполномоченные сотрудники полиции. Они имеют право, согласно закону, имеют право останавливать транспортные средства, проверять документы. И только они этим занимаются. И каждому, любому гражданину не может, администрация, никак не может уполномочить проверять что-либо. Либо QR-код, либо, вы понимаете, что действие гражданина, тем более, которое не представляется даже, вот, просто совершенно незаконно. Он просто по своему статусу не имеет права ни на что, понимаете? Слушайте, слушайте. Вы как волонтер не имеете права ни на что. На этом уполномочены только сотрудники полиции. Вы понимаете, что это самоуправство, что это нарушение закона? Вы немножко не правы. Вы думаете? Я вам объясню сейчас ситуацию, которая возникает у нас в городе. К сожалению, у нас недостаточное количество сотрудников полиции. Это не отменяет закон. И, послушайте, мы не проверяем у вас паспорта. Мы не требуем у вас водительского удостоверения. Мы даже не требуем у вас подтверждения удостоверения личности. Пойдем. Пойдем. Пусть вам бумага. Сделай, сделай. Все, Ёль, помоги им оформить пропуск, ладно? Время только не трать на этого молодого человека. У вас, кстати, есть алкоголь-то? Сейчас я посмотрю, у меня может быть есть. А, у сотрудников есть. Сейчас я выйду. Сказывайте, имя, отчество, первый букв, фамилии. Не вижу. Не вижу. Александр Юрьевич С. Да. Вы, как журналист, имея журналистское удостоверение, имеете право проезжать вообще беспрепятственно. Да, вообще. Так, как военнослужащие, сотрудники полиции. Совершенно верно. И, как служба. Да. Выдержка из закона о средствах массовой информации. Да, там есть до своего условия. Я еще имею право получать информацию. А в случае, если... Я вам полностью дала всю информацию, в которой я езжу. Цель въезда на дачу, да? На дачу. Либо какая у вас цель. Ну, на дачу. Указываете цель и ожидаете. Деревня Осиновки достаточно написать? Ну, я думаю, что да. На постправе. Я вам дал всю информацию, которую я владею. Объяснила, как у нас что происходит, какими полномочиями обладаем мы, какими полномочиями обладает центральный полиция. А вот этот вот Олег, который... У него почему-то только про себе удостоверение участного охранника, который не является... У него обязан быть еще паспорт. Я не знаю, почему... Да, он говорит, я дома забыл. Я не могу сказать. Я не отвечаю за это. А он же сделал. Вот молодым людям, как правило. Да, да, да. Я уже сделал. Я не прокляю. Да. А вы что-то тут боритесь? Да я не люблю. Я не люблю людей таких, понимаете? Почему? А вы уберите, мы с вами поговорим. Как здесь потешкает жанр? Ну, вы уберите. Вот пойдемте говорить. Ну, вы уберите телефон. Да пойдемте. Да идите. Отдайте своему другу. Я с вами отдаду. Я с вами отдаду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!